в эфире программа звезды русского мира сегодня у нас в гостях заслуженная артистка россии любовь руденко любовь здравствуйте здравствуйте тезка до обе любы загадывайте желание все скажите имя накладывает отпечаток вот чувствуете что она наложила отпечаток а судьба на вот любовь это проходит сквозь всю жизнь знаете я бы сказала даже не отпечаток она меня припечатала у моей мамы была любимая актриса любовь орлова любимый персонаж в кино был любка шевцова и поэтому когда мама меня родила не было тогда конечно не узи ничего и она когда услышала девочка на сразу любочка а когда я спрашиваю как вас зовут я говорю ну вот угадайте вот самое прекрасное что есть на свете в жизни вообще ради чего мы живем и благодаря чему мы живем и существуем и вообще ради чего все вот что вокруг нас происходит и благодаря чему мы появились на свет и все ведь любовь что ли да все отгадывают однозначно это прекрасно действительно имя вам очень идет не всем она идет но вам очень к лицу ну наверное как-то она уже прикипела ко мне да и приварил с годами хочу поговорить с вами естественно о творчестве но начать немножко издалека с вашей первой роли которая случилась в восемь лет на корзина силу когда этот прекрасный фильм до сих пор его можно посмотреть он существует в интернете мы сейчас посмотрим фрагменты напомним тем кто не знает или может быть забыл как зовут твоего отца хагеру педерсон он лесник наш дом совсем близко разве вы не зайдете к нам у нас есть вышитая скачет рыжий кот стеклянный кораблик отец вам даст подержать его в руках а спасибо уже поздно прощай и так кардина с еловыми шишками 8 лет машина с надписью телевизор вы звезда 8 лет советского союза я сразу завалила звездной болезнью конечно да и какой советского союза его смолен так не смотрели все тем более такое детское кино как сейчас вот такой популярности конечно не было отнюдь абсолютно не было потому что не пресса никакой не реклама ничего этого не было прошел фильм и прошел и своих кто-то видел важнее было конечно для меня осознание что вот я в телевизоре и даже не было возможности не видео записать не дисков не было ничего этого не было единственное что у меня тогда осталось после того показа это фотографии с телевизора кто-то на фотоаппарат меня сфотографировал это единственное что значит у меня утверждала в том что вот я была в телеэкране но конечно звездная болезнь была немыслимая сразу я приезжала во двор где с мальчишками играла футбол открывалась дверь телевидения значит отъезжала дверца в рафике я выходила к руку подавала мальчишки подскакивали с мячом на подмышкой ко мне для чего футбол пойдем играть и вы с ума сошли мне еще текст учить меня завтра опять съемка говорила я выходила значит из машины шла домой какой текстом я дам по фильму ну ну правда нет но фраз наверно 20 у меня наберется за весь фильм но факт тот что конечно я заболела звездной болезнью по полной программе слава богу я ею переболела в детстве и потом уже естественно когда уже начала сниматься на первом курсе в институте и уже я к этому относилась совершенно спокойно поэтому чем раньше переболеешь звездной болезнью тем лучше действительно хороший совет для всем мама ваша актриса совсем не хотела чтобы вы пошли по ее стопам почему светлая память мамочки ее нет уже два с лишним года со мной потому что она сама будучи актрисой всю жизнь проработала в московском гастрольном театре комедии который ныне называется театр на покровке и у нее сложилось все в театре но не сложилось кино а популярность известность дает естественно кино и телеэкран а у нее было так много работы в театре во первых она играла все главные роли она была ведущей актрисы этого театра она переиграла весь мировой практически репертуар а театр гастроль на неужели на гастроли по полгода на месяц в одном городе месяц другом городе и кстати вот одни из гастроли были очень для меня важны потому что месяц в городе сочи каждый год вы представляете да у тебя дача есть я говорю нет у меня сочи зачем мне дача целый месяц на море и вот там мамочка на гастролях практически каждый вечер она выходила на сцену в главных ролях и она реально была вот звездой этого театра и ну как совместить с кино с телевидением нереально во первых а во вторых так бывает да что похоже на другую актрису у мамы получилась эта похожесть с скобцевой с ириной тоже царство небесное но скобцева уже была женой бандерчука и она уже началась сниматься уже и война и мир было и отелла естественно она уже была да еще простите женой величайшего режиссера помимо того что актриса хорошая уже известная а моя мама была очень хорошая актриса я считаю просто замечательный к сожалению вот не оцененный кинематографом невостребованный и она один раз пришла на пробы фотографии с копцевой и маминой мама говорит ну понятно кто будет сниматься на второй раз когда она пришла третий раз и увидела на фотографию с копцевой мама сказала наверное даже не буду пробоваться ну что вы дина анатольевна а ее видели в театре ассистенты на сцене она блистала и ведь ну что вы такая замечательная актриса поймите но я не буду сниматься решаете же не вы не ассистенты по актерам решают наверху они уже знают скобцевую и конечно преимущество на ее стороне и вот такое было реальном в жизни моей мамы не один раз и она после этого она просто перестала ходить его приглашали бессмысленно я не плане я не перешибух это невозможно и поэтому у нее с юности вот у мамы да вот эта мысль что а вдруг не сложится страх да страх хотя в театре то не сложилось она просто сыграла вообще такие роли великолепны и она все равно очень боялась что ну ну вот не угадаешь кстати вот из-за этой же ситуации свое время мою одноклассницу лену ульянову ее папа михал саныч не пустил в щукинское училище она уже пошла отнесла свои документы на поступление оленка очень талантливая девочка и мы вместе играли в одних спектаклях у нас была театральная студия была в школе замечательная причем вел ее химик владимир борис беру церковский вбб мы его звали и да и все спектакли мы ставили с ним он вел действительно театральный кружок зато по химии я имелась на стабильную тройку хотя я не помню до сих пор ни одной формула кроме h2o и ленка была у нас просто тоже вот в одной из самых активных участниц этого кружка театрального вы были уверены что я там в гитис пошла поступать она щукинская тем более щукинская театра вахтангова папа звезда этого театра он забрал документы потому что не сложилась судьба у ее мамы у парафанья которая звездой была фильме небесный тихоход а потом у нее в театре как-то вот что-то не пошло и все не в театре не в кино а актриса была замечательная красавица не сложилось но вот со мной мама не смогла вот так как михаил саныч таким жестким поступком забрать документы и все и он причем он сам за тот другой институт отнес сам же ее документы а мама со мной пыталась бороться до последнего тоже я спецфранцузскую школу закончила я знала французский прекрасно на нем общался я пела на может быть как-то с вокалом свяжешься языком до переводчику и говорю мама ты что я вообще другой профессии не знаю театральный кружок вся школа я во всех спектаклях принимал участие даже на французском языке мы играли я играла причем жене би фигаро я играла керубина не чувствую что не хватило мальчиков на москве не хотели они мне пришлось играть с длинными волосами прятала их под такую значит берет и в конце спектакля на поклонах я снимала берет и все видишь девочка играет мальчика а так весь спектакль его таким голосом низким разговаривал керубина играла в общем короче мама боролась боролась и она сказала так я тебя отведу к педагогу который преподает как раз на курсе у гончарова андрея санча которому я мечтала попасть вот все свое детство я пересмотрела все спектакли в театре маяковского моя одноклассница ира зайцева была дочкой директора михао петровича зайцева директора театра маяковского ну и конечно же я имела блат в ложе дирекции там или в первых рядах портера я смотрела все спектакли в театре по дня по одному разу и я знал что я хочу только к этому режиссеру в этот театр и мама говорит вот артист со мной работает волой тарасенко ты его знаешь он преподает на курсе андрея санча он тебя посмотрит и уж знаешь что дочь если он скажет нет значит нет а он сказал ну я рванула он единственного меня научил очень такому хорошему тонкому навыку актерскому я читала причем сама написала прозу письма советских комсомольцев чилийским коммунистам тогда как раз был переворот чили да и виктора хара тогда вот ему руки отрубили на стадионе и это было очень свежо и больно всегда у меня сразу слезы в глазах возникали и вот я написала монтаж по этим письмам я их скомпоновала выбрала самые-самые такие моменты и читала эти письма потом я пела в конце гимн чилийской молодежи а в театре маяковского шел спектакль в интервью с и в финале спектакля на сцену выходили все работники театра и пели этот гимн чилийской молодежи вот этот который в конце а я знала наизусть этот гимн потому что он был отрядной песней в школе в пятом классе где я была пионер вожатой учащийся в девятом классе у меня вот так вот все-все у меня так всю жизнь все вот так перемешано естественно я была вожатой конечно с детьми я этот гимн учила я их заставлял учить этот гимн мы его выучили мы пели это как отрядную песню и когда начала поступать его вот же она и в общем то это наверное подсказала мне сделать этот монтаж из писем про чили и когда я это читала гончарова то есть я это читала на что тарасенко первый раз урок у тебя материал интересный а ты знаешь что в театре маяковского идут спектакль игры конечно знаю смотрела не один раз будет молодец какой хитрый ход и материал такой получился злободневной но единственное что я читала и рыдал у меня так слезы просто лились из глаз это неправильно значит смотри запомни вот читаешь когда зрителям да они у тебя подкатывают но не выпускать вот вот здесь вот уже заблестела слезка вот здесь глаз уже такой значит покрылся такой влажностью увлажнился но не выпускай слезы пусть плачет зритель это гораздо сильнее и он меня этому реально научил и уже когда на поступление читала гончарову конечно уже я натренировалась дома я дома себя выдрессировала чтобы не плакать чтобы сдержать слезы и уже тогда конечно я добилась в общем-то с этого эффекта своего общем добилась что до увидели что есть вот это гражданское начало есть эмоции есть темперамент есть желание главное желание туда на сцену вас взяли да да это так получилось что да слава богу господи иначе бы неизвестно что со мной было в этой жизни потому что я мечтал только гончарова и только в театр маяковского в котором я на сегодняшний день 40 сезон служу браво и это для меня на браво великое счастье мою до что сороковой сезон театре вот парадокс ваша мама не хотела чтобы вы были актрисы боялась она не то что не хотела она боялась а вы своего сына буквально подталкивали ваткнула в эту профессию он долго сопротивлялся но дело в том что я наблюдала за ним когда он еще был маленький и он начал сниматься в четыре года в кино там правда потом не сложилось но я видела что он на площадке ведет себя органично для него нет камеры мотор страх какой замирает ребенок нет этого нет он абсолютно естественно себя чувствовал перед камерой где-то когда ему было лет пять мы снимались в рекламе актеры взрослые вот так вот уже на восьмой час съемок а этот сидел а может быть мне галстук надеть а давайте я очки надену а вот а здесь вот у меня можно я другой текст скажу этого было пять или шесть лет ребенку и я увидела потенциал что может во первых во вторых держит себя все время значит в состоянии готовности потом еще было несколько реклам потом в 12 это снялся ульдар санчерезанова фильмы придурали и когда я помню я приехала на площадку тоже 8 утра его привезла бабушка потом я после значит репетиция я поехала за ним приезжаю где-то в четыре в пять часов нужен уверенно что он отснялся там было то всего две сцены у него в этот день не вы знаете там переставили сцену его сцена будет позже вечером я и что ребенок весь день сидит и ждет в душе они бабушки не позвонили чтобы она его забрала домой она ведь нет у нас же большая квартира там есть комнатка спальня детская я эльдар санчер спорядился рязанов великий царство в небесное спасибо ему огромное за то ли пусть ребенок спит вы же конечно с утра не выспался 8 утра его уже привезли его покормили уложили и когда я приехал он прекрасно спал на детской кроватке пока его значит так все будите руденко готовьте мальчика поправляйте грим и через там полчаса будет съемка я уже сынок мама ты откуда я уже часа два здесь давно уже жду тебя короче он проспал часов 5 шум вокруг там стучат вносят кричат ребенок просто океангел спал на съемочной площадке и я поняла что для него съемочная площадка как родной дом это во первых во вторых что он действительно он проснулся встрепенулся тут же мы с ним повторили текст и и моментально господи замечательное царство небесное тоже валочка нахабцев снимал сняли очень быстро эту сцену сцена была такая смешная в ванной пену навели он должен в кадре листать журнал playboy и курить сигарету метрофан ты хоть сокращенный вариант войны и мира дочитал сейчас дочитываю пап крутая книжка на пробах когда значит были пробы на эту роль проб было много там была серьезная конкуренция я как раз пришла я смотрю значит сидит эльдар санс перед плейбэком то ли значит в другой комнате его снимают типа ванная но плейбой ему дали реально 12 лет мальчику я увидел ильдар саныч вы сошли с ума он же никогда этот журнал не смотрел что у меня ребенка развращайте рязанов так просит маму успокойтесь он этот номер уже читал все легли он естественно делал что он пошутил но сразу разрядила обстановку говорит успокойтесь мама вы думаете что мальчики ничего этого они все это уже смотрят и читают подпольно вот но факт тот что он смешно все сделал его утвердили вот в кадре он значит перелистывает плейбой но сигарета а в угол забраться скажи мама забирайтесь в угол за ванную я забралась в угол ванную я тогда еще курила сейчас я уже не курю 20 лет как не курю значит я забралась в этот уголочек я была так по размеру поменьше чем сейчас я забралась в уголочек села на корточки и мне значит нахабцев дал сигарету который в кадре должен то ли там раз больше некому было поместиться только оператор то ли в ванной я ванна была небольшая и он мне дает сигареты говорит поджигайте и в кадре вы мотор начали первое чтобы дым пошел чтобы он не курил то в кадре он не курил 12 ребенку то есть я затягивалась отдавала сыну сигарету и он делал вид что я выдувала дым за кадром а в кадре ощущение что это дым у него идет изо рта он держит сигарету как будто он реально курит то есть вот таким хитрым образом каскадерским практически трюком мы с нахабцем придумали как снять этот момент а в кадре смотрится как будто толик курит сигарету 12-летний мальчик смотрит playboy ну ну просто уже трэш какой-то но это было смешно аплодисменты когда в доме кино была примерно этой на этой сцене были аплодисменты и зал захотал нет у нас не очень не детская программа дорогие друзья а что у нас детская правда нет ну что вы просто мы говорим о вопросах детских с одной стороны так вот именно для того чтобы вы его не совратить и он кстати не курил очень долго по моему чуть ли не до института вообще но он как-то опасался потом уже в сознательном возрасте идти в театральный не очень хотел да ведь был так ну конечно дело в том что как раз когда то ли заканчивал школу это вот миллениум до 2000 году очень стали популярная экономика юриспруденция туризм а у них вообще девятый десятый класс у них была такая как бы направление туристическое и они закончили курсы и даже у то ли был сертификат об окончании этих курсов то есть он имел право даже на английском языке с первого класса английский вести какие-то значит туристические какие-то программы именно на основе вот окончании вот этих курсов то есть как бы полупрофессионально плюс он имел право поступать в туристическую академию в которой в общем то они как раз ездили на занятия на эти курсы плюс у него он у него очень хорошо шла экономика у них появился этот предмет 10 11 класс по экономике у него была чуть ли не пятерка и он сказал мама может быть еще как-то в юрист и потому что муж моей мамы которого называла папой совершенно потрясающий человек лев семенович таратута царство вам небесное он был юрист и он работал во мне штурбанке естественно разговоры там сделают с дедушкой про банк про юридическую значит всякую вот эту специфику он это все слышал и это было ему как-то это его зазывало тоже заманивала а вокруг всего и надо юриста юриста профессии хороший юриста адвоката прокурор это тоже интересно юрфак мгу романтика но я сказал сынок я конечно все понимаю но к тому моменту который заканчивал школу же дедушка не работал во мне штурбанке я говорю понимаешь что в туризме что в экономике что в юрии юридической практике нужно чтобы был кто-то кто бы стоял рядом либо очень сильный блат который у нас нет иначе ты просто так все клерком пробегаешь какой-нибудь в какой-нибудь отель устроишься муж просто администратором но тебе это разве интересно и нет а в актерской профессии во-первых давай посчитаем игру сынок значит мама папа то есть я и его папа наш кирилл актеры бабушка дина актриса дедушка коля родной дедушка значит мой отец актер бабушка ира родная сестра моей мамы старшая актриса театр российской армии значит дедушка мой его прадедушка три шаляпинских октавы брал только одной мужской клевой его приглашали на стажировку большой театр но он был руководителем настроек больших серьезных и было на руке на руках жена и три дочери которых надо было кормить он где не могу позвольте такую роскошь уйти в оперу потому что учиться да я понимаю что потом может быть я бы и стал оперным певцом но позволить себе вот целый год учиться а кто будет семью кормить а на что они у меня будут жить больше возможности никаких материальных не было и он отказал себе в этом счастье а он действительно мог петь весь шаляпинский репертуар у него был бас про фунда даже в 90 лет он мог брать такие низы и фауста пел кому-то это даже лучше вот я говорю сейчас на меня мурашки но мы все пили у вся семья пою поющие толи и все вот и поэтому я говорю сынок да плюс в дедушкиной семье у них моя прадеду бра бабушка и мой прадедушка у них был свой домашний театр они построили у себя они жили в станице вешенская прадедушка даниил васильевич был в гимназии директором гимназии в местной а бабушка домашний хозяйка тоже у него ночь было трое детей мой дедушка еще две было зои и хрите две сестры домашний театр с занавесками с помостками спам с поднятием на сцену помост со ступеньками за кулисной частью где они приодевались у них был реально домашний театр настоящий я говорю сынок и вот прикинь тынс 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 я уже не говорю про то что прародитель нашего рода данилевский он значит вообще был отец елисей священник но это же тоже в своем роде в общем-то лицидей он же владел умами и сердцами в храме где он служил и у него было двенадцать детей вот оттуда пошли вот эти вот веточки веточки очень вы уговорили детских что надо идти до по линии значит моего папы руденко тоже руденко отец пел значит отец актер пел его родная сестра тетя валис который значит то ли был прекрасно с детства знакомы общался всю жизнь пела в хоре дедушка и бабушка тоже были музыкальные и дед вообще был капельмейстером оркестра военного то есть очень много было творческих со всех сторон я уже не говорю о том что извините на минуточку первая актриса в нашем роду это люба блог она дочка анны иваны поповой который стала женой менделеева дмитрия и да она была потом уже стала анна иванова менделеева урождена она была поповой и это тоже линия от нашего этого отца элисея вот это вот двенадцать как хорошо вы знаете свое древо я знаю прекрасно разумное древо да вот значит и они родили дочку любу которая стала потом люба менделеева стала любой блог выйди замуж за блока и она была профессиональной актрисой ну там про писателя данилевского я молчу как бы мы не писали мы не стали писателями к сожалению вот в роду какого я знаю из писателей у нас больше кроме данилевского которых между тараканова написал не но это тоже по линии данилевских и с маяковским тоже по линии по моему вот то ли данилевских то ли поповых вот тут я сейчас надо покопаться в генеалогическом древе с маяковским у нас там какая-то веточка есть из предков общих и была такая история это конечно но дедушка мне это рассказывал я это помню никто кроме меня не помнит эту историю в семье дедушка рассказывал только мне когда до маяковский уже был в депрессивном состоянии буквально незадолго до гибели они с бабушкой пришли на его выступление матрёна филаретова на мамина мама моя бабушка на к сожалению умерла и мне было три года и и совсем не успела ее узнать ей было 60 лет кстати я сейчас уже пережила бабушку по возрасту мне 61 так вот они пришли на его концерт и он был очень грустный какой-то при том что он читал он был эмоциональный но глаза были очень грустные и бабушка говорит дедушке толя пойдем к нему за кулисы ведь все-таки какая-то мы дальняя но родня а вдруг мы как-то подружимся какой-то он очень грустный такой очень что потерянный и одинокий и вот эту фразу бабушка сказала на что дедушка сказал ты что мотя неудобно кто мы а кто он мы там с тобой они политехническом институте тогда учились оба и он просто это вот солдатовская скромность всю жизнь у нас в семье было и она вот так вот генетически забита и атака осталось скромно что вот ну не надо неудобно как иногда я слышу такую фразу ничего что я есть как бы извините что я здесь да так вот дедушка бабушку остановил она ну пойдем пойдем только нет мы отвлекать его будем он серьезный человек поэт сейчас к нему там толпа поклонников рванет шума придем мы ваши родственники что как мы во-первых докажем автор и зачем ему нужны и у дедушка бабушки запретил буквально через неделю погибает маяковский и бабушка говорит вот видишь то ли видишь какой он был одинокий и вот после этого когда в жизни дедушки произошла неожиданная встреча с николаем островским тем самым который как закалялась сталь написал да и ему действительно он тоже ну были родственники вокруг да но друзей было очень мало и вот дедушка с ним подружился и привел к нему еще серафимовича в дом и николай островский подружился с серафимовичем и они стали дружить всем есть статьи какие-то там они сидят втроем у николая естественно лежит а серафимовича дедушка она только данилович солдатов сидит рядом и они очень потом дружили дедушка очень ему помогал и мы подружились потом все с семьями. И до сих пор вот с Галей Островской, вот она, естественно, правнучка или внучка, тетя Галь, нет, она внучка, конечно. И мы дружим до сих пор, перезваниваемся. И очень-очень-очень вот дедушка ему помогал, он к нему приезжал, он с ним разговаривал. То есть, вы знаете, вот эта скромность, я считаю, порой она вредит в том плане, что, а действительно, ты можешь оказаться человеку нужен. Вот, кстати, такая интересная сейчас тема у нас получилась, вырулилась на такую тему, потому что я вам сейчас скажу, Любочка, да, я вам сейчас скажу. Вообще сегодня, особенно сегодня, во всякие вот эти, значит, карантин и пандемии, когда люди оказываются иногда в паническом страхе дома и одинокие, очень много всяких происходит трагических историй, когда люди просто не могут справиться с вот этой ситуацией, да, страха, кошмара, ужаса, паники. И они себя этим страхом просто добивают, потому что страх, ну, есть такая притча, да, что вот, значит, начинается холера и Господь говорит, да, вот в вашем городе, я точно знаю, 50 человек, значит, умрет. Умирает 300 человек, и к нему приходит главный человек в этом городе, говорит, господи, ты же пришел ко мне, ты же сказал, что умрет только 50 человек от холеры. Он говорит, да, 50 умерло от холеры, а 250 от страха, от страха, от паники, от ужаса. Поэтому вот, мне кажется, вот сегодня, как никогда, самое страшное, что может быть, это одиночество и жизнь вне любви. Поэтому, мне кажется, вот просто сейчас я хочу докричаться до аудитории, до людей, что если вы видите или звоните чаще своим родственникам, своим родным, близким, своим друзьям, вы можете иногда даже и не успеть пообщаться, увидеться. Вот я сейчас просто за последнее время, я не хочу такую грустную ноту вносить в наше интервью, но я проводила очень много друзей, с которыми я могла бы лишний раз вот позвонить, вспомнить, встретиться, пообщаться, но я все как-то откладывала, что-то как-то нет сил, да ладно, успеем еще, встретимся. Они успели, и встретились только уже на проводах, когда я его провожала, режиссера, актера, там сына моей подруги, молодого актера, еще одного режиссера. И я вот стояла, думала, господи, а что же мы не успели, вот когда они еще были живы. Поэтому надо, во-первых, ходите в театр. У нас сейчас зритель пошел в театр, и вы знаете, такие счастливые хлопают, стоят, благодарят, улыбаются, смеются, и даже когда в финал там трагический, может быть, все равно счастливы, потому что эмоции, потому что просыпается организм человеческий, да, благодаря эмоциям. Встречайтесь, общайтесь. Вот я хожу, я везде хожу. Все говорят, как ты не боишься? А я хожу везде. Вы болели коронавирусом? Нет, я не переболела. А будете прививаться? Нет, не буду. Я витамины пью, я поднимаю иммунитет, у меня свои прибамбасы, я проколола в свое время год назад витамин D, у меня выше нормы поднялся, я пью витамины, витамины, витамины разные-разные-разные, никаких антибиотиков, никаких пищевых добавок, только витамины. И я создаю себе, стараюсь все время поддерживать себя в хорошем настроении. Я общаюсь с положительными друзьями, не с негативными, которые будут звонить и про болячки рассказывать, нет. Именно с положительными. Я смотрю комедии, я хожу с друзьями, встречаюсь. Песню поете? Я пою песни. Может, на чем-то поете? Ну, тогда донскую казачью песню. Давайте. Потому что грустную не хочется. В концертах я пою лирический романс и всякие разные. А вот Акапельна, у нас же нету сейчас, да, компонемента. Сейчас вот, кстати, дедушка. Экспронт полный, друзья. Дедушка мой, Анатолий Данилович Солдатов. Он когда запевал, у нас за столом огромный такой стол, раздвигался круглый стол, получался такой овальный огромный стол вот на пол этой комнаты. И помещался человек 15 родни. И начинали все петь на разные-разные голоса. Даже донскую казачья, значит, пение, оно многоголосное. Никогда не распределялся никто, кто каким голосом, первым, вторым, третьим, четвертым, а пели все, вот просто по ходу подключаясь, подхватывали, кому как хотелось. И сейчас скажу, сейчас вот есть такая веселая песня. Ты воспой, ты воспой в саду соловейка. Ты воспой, ты воспой в саду соловейка. Ой, я бы рад тебе воспевать. Ой, я бы рад тебе воспевать. Я бы рад, я бы рад тебе воспевать. Я бы рад, я бы рад тебе воспевать. Ой, по чужим садам летучи. Ой, по чужим садам летучи. И еще 10 куплетов. Мраво, спасибо большое Короче, хорошее настроение Позитив Солнце, вот как только появляются лучики Выходите, ловите Любовь ко всем, друг к другу Вот мы две любови перед вами Окружаем вас Сейчас мы с Любочкой Давайте вот так сомкнем И вот вас кольцо Окружаем любовь И все будет хорошо Готовьтесь И в завершение, подводя уже итог Любовь, скажите, о чем вы мечтаете Как женщина Ну я, конечно, о чем может мечтать Любовь, конечно, о любви Сейчас так получилось, что я свободна Надеюсь, временно Много ухажеров Ну все что-то как-то вот некогда То театр, то антреприза, то гастроли То съемки, еще что-то Надо, надо, да, я обещаю Выделю, да-да-да, для встречи обязательно Потому что, конечно, это все омолаживает Вдохновляют И вперед с песнями О чем мечтает Любовь Руденко как актриса? Как актриса я, конечно же, свою мечту не выдам Есть роль мечта Я много лет ее держу в себе У меня много материала Если даст бог Либо сама напишу сценарий Либо пьесу Либо мне кто-то поможет в этом Материал есть И, к счастью, этот персонаж Это реальный персонаж исторический Он по возрасту Мне подходит еще как бы несколько лет Я имею такую возможность Возрастную Осуществить эту мечту И сыграть эту роль Потому что я надеюсь, что либо меня пригласят Либо я это подготовлю сама Этот проект Потому что, конечно, очень хочется Материала очень много у меня есть И книг, и даже летописного материала много Любовь, спасибо вам большое Я надеюсь, что все обязательно сбудется Не в этом году Может быть, чуть позже В следующем году Главное мечтать Главное мечтать И все направлять Все силы И, конечно же, любовь Вселенную Для того, чтобы это вернулось В несколько раз больше к вам Всем мирного неба над головой Быть живыми, здоровыми И успешными, удачливыми Потому что на Титанике было У многих со здоровьем все хорошо Но у нее у всех была удача Отпустывала она, к сожалению Поэтому живыми, здоровыми Успешными, удачливыми Мирного неба над головой Яркого солнца Добра, радости и любви Убойную дозу любви Вы сегодня получили В двойном эквиваленте Любовь Руденко Заслуженная артистка России Была сегодня у нас в гостях Спасибо И до новых встреч в театре В театре Майкумского, конечно А как же Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!